Законопроект, который мы назвали для сегодняшних целей законопроектом Кабмина, очень долго разрабатывался. В конце концов, Кабмин утвердил, что они его будут подавать на утверждение в парламент. Они это сделали в начале декабря. Дело в том, что в середине декабря принял присягу новый состав парламента, и, соответственно, они еще не подали этот законопроект. Но очень быстро после принятия присяги новым составом парламента вдруг, очень неожиданно, объявился еще один вариант законопроекта. Законопроект, разработанный ректором Одесской юридической академии, также депутатом-колетником от Коммунистической партии, которые очень неожиданно, они не говорили до этого, что будут разрабатывать законопроект, очень мало, колетник вообще не принимал участия в дискуссиях вокруг высшего образования, Кивалов очень опосредованно брал участие в них. Вдруг они подают законопроект, и, опять же, очень неожиданно, и этот законопроект, на самом деле, направлен в большей мере на то, чтобы усилить централизацию в системе высшего образования Украины больше даже, чем она есть сейчас. То есть в министерстве остаются все эти функции, которые сейчас есть, и аккредитация, и лицензирование, мониторинга качества образования, всего-всего-всего. И в таких условиях говорить о том, что этот законопроект хоть какие-то прогрессивные изменения принесет, очень сложно. Плюс очень важно то, что этот законопроект, и это большой вопрос в украинских дебатах вокруг высшего образования, очень резко изменяет, или, вернее, правильнее сказать, возвращает предыдущую систему поступления в университеты. Понятное дело, что вопрос поступления в университеты, это такой ключевой в дебатах общественных, потому что это то, что затрагивает большое число избирателей, большое число граждан. Поэтому вопрос поступления, он очень деликатен. Да, и все политические партии пытаются как-то сыграть на настроениях общественности, потому что общественность поддерживает внешне независимое оценивание, которое было введено как обязательный элемент вступительной кампании в Украине в 2008 году, пользуется очень большой поддержкой населения. То есть общественность, в принципе, поддерживает эту реформу, потому что она действительно позволила устранить, не полностью, конечно, но в большой мере устранить коррупцию в системе поступления в университеты. И, конечно, это вызвало неудовольствие со стороны представителей некоторых университетов, для которых вступительная кампания была важным элементом заработка для администрации, для некоторых преподавателей. И эти преподаватели, эти университеты имеют своих лоббистов в парламенте, в том числе и господин Кивалов, ректор Одесской юридической академии, всегда был одним из ключевых противников внешнего независимого оценивания. И в законопроекте, который он подал в соавторстве с двумя еще народными депутатами, роль внешнего независимого оценивания очень сильно нивелируется. То есть его не отменяют, его не запрещают, но, к примеру, говорится о том, что контрактники могут поступать без внешнего независимого оценивания, или что университеты имеют право проводить вступительные испытания в дополнение к внешнему независимому оцениванию. То есть мы видим, что законопроект Кивалова, он возвращает нас еще более археичной системе и говорить о том, что он какой-то прогрессивный элемент может привнести, очень сложно. Плюс есть еще один законопроект, который был разработан оппозицией, подан в парламент предыдущего состава. Соответственно, он сейчас уже не находится в парламенте из-за изменения состава парламента. Но я думаю, что он сейчас опять появится и будет подан оппозиции. Это законопроект, разработанный под руководством известного эксперта в образовательной политике Лилии Гриневича, которая сейчас была избрана народным депутатом и возглавила комитет по вопросам образования и науки. Поэтому я думаю, что она будет также лоббировать свой законопроект. Поэтому мы можем говорить о том, что к концу января, скорее всего, в парламенте будут находиться три варианта законопроекта. И говорить о том, какой из них в конце концов получат поддержку со стороны народных депутатов, очень сложно.